Знаете, я все-таки с уважением отношусь к нашей власти, потому что я считаю, что там все-таки сидят разумные люди, и даже с неким количеством совести, и пытаюсь все время разобраться вот в этом феномене, когда они начинают на чем-то экономить. Мы сейчас рассматриваем историю, где это происходит очень постыдно, потому что экономить на пенсионерах для такой великой державы, для вообще экономить на пенсионерах, мне кажется, это не низко, достаточно низко. Мы сегодня с Павлом Николаевичем Грудининым, директором совхоза имени Ленина, и Давидом Михайловичем Кришталем, заместителем председателя Федерации независимых профсоюзов, обсуждаем тему, почему государство упорно не платит индексации работающих пенсионеров. И, кстати, ответ на этот вопрос дал сенатор, сенатор с фамилией Рязанский, Валерий Рязанский, он так вот что заявил, объяснил нам всем. Дело в том, что властям приходится выбирать приоритеты, сказал он, в условиях существующих бюджетных ограничений, и сейчас во главу угла поставлена поддержка семей с детьми. С появлением других возможностей, сказал сенатор, индексация пенсии работающих пенсионеров должна состояться. Но он заметил, что у половины работающих пенсионеров, внимание, заработок довольно высокий. Это люди культуры, науки, искусства, которые продолжают свою профессиональную деятельность. Давид Михайлович, я обращаюсь к заместителю председателя Федерации независимых профсоюзов России. Как вам такая логика? Все-таки люди обеспечены, у них зарплата есть, думает государство. Зачем мы им будем доплачивать пенсию? Уважаемый Владимир, вы как воду смотрите, и вместе с Валерием Лизанским, мне эти вопросы задавали несколько лет назад. Мне говорят так, Давид, вот ты выступаешь за то, чтобы не увеличивать пенсионный возраст и так далее. Но ты посмотри, люди на пенсии работают, потому что они хотят работать. Им интересно работать, поэтому они работают. Вот такие выводы делают. Друзья мои, пенсионеры работают не потому, что хотят, они прожить не могут ни на пенсию, ни на низкий заработок. Вот в чем проблема, понимаете? Поэтому люди работают, вынуждены работать и заставляют работать. Потому что пенсия средняя у нас по старости начислена сейчас почти 16 тысяч, меньше 16 тысяч, там 15-900. Средняя пенсия по стране начислена на 1 января текущего года. И это вынуждает людей работать. Если говорить о высокой пенсии работников культуры, вы знаете, это, наверное, заслуженные народные. Вот Павел Николаевич смеется. Я знаю, у нас люди, работающие в культуре, в сфере культуры, у члена профсоюза, у них пенсии в разы ниже, ну не в разы, ниже, намного ниже. Намного ниже, чем даже у тех, кто работает в промышленности. О чем мы говорили? Последняя фраза. Отношение, судя по здоровью обществу, по его отношению к старикам и к детям. Я хотел то же самое сказать. Залезать в карман и считать гроши в карманах у людей, которые, будучи уже пожилыми, и все-таки идут работать. Но мне кажется, это надо просто придумать, быть очень циничным человеком. Павел Николаевич, сейчас я вам дам слово, но тут очень много сообщений к вам. Павел Николаевич, у вас тут фан-клуб у нас давно в Комсомольской правде. Павел Николаевич, вы куда совсем пропали? Возлагал очень большие надежды на вашу компетентность, когда голосовали у нас за президентских выборов. Где вы? Почему вас так мало? Потому что меня никуда не приглашают. Я вообще удивляюсь, как вы набрались, храбрости меня пригласили в эфир. Я очень набираюсь, я просто это делаю и все. Да, вы молодец. Но, к сожалению, после того, как я стал кандидатом в президенты, до этого я по всем каналам ходил как эксперт, а теперь меня просто не показывают. Поэтому я никуда не пропал. Я занимаюсь совхозом не Ленина, у нас сейчас сложная очень ситуация. Но вот несколько слов о том, что вы говорили. Понимаете, ведь бытие определяет сознание. Если у сенатора, который член призема Единой России, определенный круг общения, то он думает, что у всех работников культуры, а их наверняка не то количество, которое за Садовым кольцом обслуживает, в том числе и сенаторов, своими песнями и плясками, значит, основная масса работников культуры в сельской местности, в малых городах, она вообще минимум пенсии получает и не может получить большую пенсию. А сенатору нужно знать, что есть такой, понятный, бюджет. В бюджете видно сразу, где экономят, а где не экономят. Вот на госслужбе, на силовых структурах, судя по всему, не экономят, потому что там бюджеты растут, а вот на здравоохранении, на пенсионном обеспечении, на многих вещах, к сожалению, государство начинает экономить. И я не понимаю этого, когда на большинстве начинают экономить, а вот люди, олигархи, например, освобождаются от налогов. И КПРФ, кстати, предлагала бюджет развития, и он должен быть не столько, сколько сейчас там 23-24 миллиарда, а 33 миллиарда. Но для этого нужно обложить налогами, в том числе самых богатых людей. Прогрессивный налог ввести, я имею в виду подоходный, обложить по-другому совершенно налогами на сырьевые наши ресурсы. И тогда появится день, который можно направить на пенсионеров. И еще одно замечание. Вот смотрите, если сравнить, вот есть такое понятие индекс Бикмака, знаете, да? Да, конечно. Когда я сравниваю цены. Вот давайте сравним цены, например, на проезд. Раньше было 5 копеек в метро, а сейчас 57 рублей. То есть в тысячу раз. Если вы возьмете максимальную пенсию в Советском Союзе 120, умножите на тысячу, это будет 120 тысяч. То есть когда-то страна под названием Советский Союз находила деньги, при, кстати, бюджете, то есть цене на нефть, по-моему, меньше 60 долларов, чтобы испечить хорошее пенсионное обеспечение всем без исключения. Но у нас разные пенсионные обеспечения. У госслужащих одно, у военных другое. И, кстати, их тоже там начинают иногда лишать доплат. Да. А вот у работающих пенсионеров и пенсионеров такая, не извините, 15 тысяч. Действительно, наш коллега прав, там, среднее 15 с чем-то тысяч рублей. Но на эти 15 тысяч прожить невозможно. А вот на 120 тысяч и на там 80 рублей в Советском Союзе жить совершенно спокойно можно было. Поэтому люди никуда не уходят. Уговорить человека уйти на пенсию, ну, практически невозможно. Павел Грудинин у нас в эфире. Сейчас он вот-вот высказался. Я так напоминаю, чей это голос. Уже непривычный, да, Павел Николаевич? Вас слышать в эфире. И я объявляю наши телефоны. 8 800, ровно 9702. Звоните, высказывайтесь и задавайте вопросы. А вот на эту тайну, на самом деле, почему правительство упрямо не хочет платить. Вот я сейчас зачитаю одну цитату. Давайте еще вспомним, что Путин каждый год обещает это сделать. В разных формулировках, но каждый раз, вот, пожалуйста, и Конституцию приняли. И, в общем-то, каждый раз заявляют, что этот вопрос нужно изучить. Но ВОЗ и ныне там. И вот Сергей Иванов, ЛДПР, депутат Госдумы, высказался так на этот счет. Знаете, я говорю, он, несмотря на то, что у меня дети бегают оборванные и голодные, он предложил такую вот аналогию, у меня забор покосился и водопровод прохудился, я возьму и помогу соседу, а также дам ему кредит на миллиард. Ну, видимо, напоминая, там, Белоруссию и так далее. Со стороны это кажется ненормальным. Что за глупые хозяева, которые не чинят свой дом, не заботятся о детях и приводят в упадок собственное хозяйство. Но проблема в том, что у нас решение принимают не депутаты Госдумы, не Совет Федерации, а один человек или какой-то узкий круг. Именно потому так устроена эта ситуация, власти отказываются от индексации пенсий, работающих пенсионерам. Как вам такая вопрос обоим гостям? Как вам такая версия? Кто у нас отвечает за экономическую политику в стране? Правительство Российской Федерации. Оно составляет бюджет. Вносит его депутат. Да, Сергей Иванов в чем прав? Что большинство депутатов, к сожалению, в правящей партии, не интересует население. Их интересует, что о них подумают. Либо в Кремле, либо в селье олигархов, которые, по сути своей, командуют страной. Если бы они хотели что-то изменить, а я еще раз говорю, КПРФ предлагает не только куда потратить, увеличить расходы на здравоохранение, на образование, довести до нормального финансирования сельского хозяйства, национальной экономики вообще, но они еще и предлагают, где взять деньги. Их действительно много в стране. Ну, давайте так. Один олигарх внес, или там только благотворительные помощи на 4 миллиарда сделал в Англии, хотя получает награды от российского государства. А деньги вкладывает в Англию, и так не бедную, в общем-то, в благотворительность. Поэтому деньги есть. Вопрос, как правильно их расходовать. Нет, тут идет просто речь о том, что кто принимает решение. Ну, у нас все-таки монархия, Павел Николаевич, несмотря на то, что вы сейчас в эфире все время говорите о программе КПРФ, ну, вы понимаете, что это бессмысленно, ну, если представить себе, что решение всегда будет принимать 1, 2, 3 человека. И сколько бы вы не создали программ, и какие бы выборы вы не провели, это все бесполезно. Единственный вариант, достучаться до этого человека... Нет, я с вами не соглашусь, сейчас объясню почему. Посмотрите, когда принимали пенсионную реформу, КПРФ была инициатором митинга на проспекте Сахарова. И туда пришло 50 тысяч человек. А вот во Франции при принятии пенсионной реформы примерно в то же время вышло миллион человек. И после этого пенсионную реформу... Можно, конечно... Помните, есть такая фраза Ленина о том, что есть такая партия, которая может все изменить. Но без людей ничего не изменишь. И если бы у нас активность людей тогда, это был разрешенный митинг, я напомню, была бы совершенно другой, никакой бы пенсионной реформы, никакого из заморозки бы не было. И поэтому для того, чтобы не быть, как говорят раньше, радиоактивными, надо быть активным. Надо ходить на выборы. Надо заниматься деятельностью, которая тебя защищает. Потому что кто-то должен решить за нас, какая будет пенсионная реформа, сколько будут платить бюджетникам. Нет, мы сами должны это делать. Это нажимать на власти. Надо нажимать на власти, чтобы они не расслаблялись и не думали, что они сделают все с нами, что может быть. Конечно. Владимир, меня сбила ваша реклама. Вы даже не понимаете, когда ты слушаешь рекламу, ты понимаешь, что в стране вообще что-то происходит. Сначала в вашей рекламе говорят, что нужно собрать деньги для девочки, которая заболела невропостомой. А потом вопрос, как живешь, Россия? Вы поймите, вот вы послушаете. Как живешь, Россия? Как же мы так живем, что нужно собрать? Никогда такого не было, чтобы собирать смс-ками для ребенка. У нас очень умные слушатели, они все понимают. Так что для них я и рассчитываю. Вот вы молодцы тоже, да. Поэтому спасибо вам большое. Дмитрий Михайлович, Хриштай, заместитель профессионального федерации независимых профсоюзов России. Вот, коль мы перешли к истории с митингами, болотные и так далее. Вас упрекают, вашу федерацию упрекают, кстати, в соглашательстве. Вы терпели, сколько вы терпели? С 2017-й, 18-й, 19-й, 20-й. Значит, пять лет вы терпели эту историю с пенсиями. И сейчас вы написали челобитную. По всем традициям нашей империи. И это сейчас считается по некой даже смелостью. Но, Дмитрий Михайлович, мне кажется, раньше, лет сто назад профсоюзы, ну, лет сто, там, двадцать лет назад профсоюзы были более зубастые. И, кстати говоря, вот эта речь, которую говорит Павел Николаевич, должны говорить вы. Но нет. Вы не выводите людей на улицы. Вы не выводите людей протестовать против очевидных нарушений. Даже пенсионная реформа у нас прошла очень гладко. Да, это был вопрос. Спасибо. Значит, ну, к большому сожалению, к большому сожалению, я должен вас очень сильно расстроить. Очень сильно расстроить. Что касается челобитной и что касается мнения профсоюзов России. Дело в том, что в средствах массовой информации о профсоюзах или плохо, или никак. Вот так получается, что нас очень сильно не любят. Я говорю это официально. Мы с 2000-х годов требовали, просили, говорили, решения принимали о необходимости введения прогрессивного налога. То, что говорит Павел Николаевич, я на этом закончу. И все отсюда вытекающее, и средства, и так далее. Далее. Я не считаю, что у нас прошла пенсионная реформа. У нас не было пенсионных. У нас пенсионные реформы были приняты стратегией в 2013 году. И мы добиваемся, чтобы она продолжалась именно по этому пути. У нас, если вы имеете принятие решения по повышению пенсионного возраста, но это не реформа. Это не реформа. Это разные вещи. И если говорить уж честно, то в Государственной Думе Шмаков выступая, говорил о нашем отношении к повышению пенсионного возраста. Отрицательно. И его потом цитировал, официально говорю, через Павел Николаевич. И Зюганов, и, не совсем любящий нас, Миронов. Они цитировали Шмаково. И это единственный человек, ну не единственный, еще, конечно, они выступали, безусловно, на руководителе вот этих партий. Выступал против повышения пенсионного возраста. Профсоюз – это стачки. Нас учили по историческим учебникам. Что такое профсоюз? Забастовки. Стачки. Какое-то вот рабочее движение. Ячейки. У нас в 21 веке все оделись в костюмы. Все стали респектабельными. Никто вот этим делом не занимается. Все боятся силовиков. И я понимаю. Я понимаю. Нет, Сегоныч, давайте, нет. Здесь можно рассуждать. Надо понять, если человек взял оглоблю в позапрошлом веке и сейчас, выигрыши будут разные. Здесь достаточно… Давайте отдельную передачу этому посвятим. Это вопрос достаточно интересный, понимаете? Леонид из Ставрополя. Здравствуйте, Леонид. Да, здравствуйте. У меня вот такое сообщение и вопрос будет Павлу Николаевичу. Знает ли он, что к 75-летию Великой Победы были приравнены к инвалидам Великой Отечественной войны выброшены из списка, я один из таких, им прекратили выплаты ежегодные по 10 тысяч. И вот мало того, что это не стали выплачивать, но у меня, например, пересчитали страховую пенсию и уменьшили на 2426 рублей. Я абсолютно слепой, с одной рукой, имею высшее образование, имею 30 с лишним лет трудового стажа. Вообще-то весь стаж, вот учитывая и учебу, и работу, везде 42, без нескольких там дней. Вот. И никаких, ничего я не добился, даже обращения на прямую линию к президенту 17 декабря. Мое обращение где-то ходит по инстанциям, которые не могут воздействовать на пенсионный фонд. Спасибо, понятно. И, кстати, Конституцию приняли, вот Конституцию приняли, поправки, по телевизору говорили, что вот им таких историй не будет никогда, мы защищены основным законом. Павел Николаевич, пожалуйста. Слушайте, ну, для того, чтобы Конституция работала, надо, чтобы власти все ей следовали. У нас Конституция написана, но на самом деле она не работает вообще. Вот нельзя принимать законы, ухудшающие жизнь населения, так записано в Конституции. А эти законы принимаются. Я уже говорил, что вот эта так называемая братская могила при принятии бюджета огромное количество законов отменяется или приостанавливается. Именно тех законов, которые, на благо вот таких людей, как вот сейчас ваш слушатель позвонил, и они, получается, меньше получают. Хотя, на самом деле, закон такой есть. Но у нас главный в правительстве финансовый блок, который может доказать все, что угодно, что, оказывается, надо деньги, там, прощать долги иностранным государствам, давать деньги на какие-то проекты, там, совершенно потом нереализуемые, или приносящие огромный вред. А вот на людей деньги тратить они не хотят. И вот загнать всех в кредитную кабалу, возможность получать мизерные зарплаты, причем бюджетники тоже. Президент сам возмущается. Как это так? Я дал команду, чтобы зарплата у учителей, врачей была большой, а, видите, на местах это не делают. Ну, слушайте, ну, если я директор, и у меня на местах что-то не делают, я увольняю тех, кто не делает. Но надо же власть употребить. Это вспоминается из речения, известное Ельцина. Помните, когда он узнал, что там свистнули деньги на строительстве, там, миллиард, что ли? Ну, как же, выделялись же. И теперь Владимир Путин, примерно, с таким же неудовымением говорит, ну, как же, я же приказывал. А у нас что, вертикаль власти не работает, получается? Нет, подождите. В определенных вещах она работает. Вот сейчас вы увидите на выборах, как она работает просто великолепно. Вертикаль власти. Вертикаль денег работает. Мы это тоже видим. Она говорит, лояльный, дали денег, нелояльный, не дали денег. Но это совершенно другая история. Это история управления, так сказать, ручного. А мы говорим о конституции и законах. Но если приняли закон, что работающим пенсионерам надо индексировать, значит, нужно этот закон исполнять. А у нас, оказывается, финансовый вовек правительства и само правительство может в закон, то есть, внести в бюджет, что не надо исполнять. Она говорит, ну, у меня там много болевых точек, например, нельзя, не надо исполнять программу развития села. Просто не надо. Потому что она написана, но она не финансируется. Она говорит, и сделать ничего не могут. Президент сидит в декабре 2019 года, говорит, работайте над этим, правительство, надо денег дать в сельское хозяйство. Потом раз, и одна вторая от суммы ассигнований. Ну и что такое? Поэтому еще раз, надо власть употребить. Надо поменять правительство. Мы это говорим. Ну, пока не слышим. Наш слушатель еще правильно пишет. Кстати, я обращаюсь к нашим режиссерам. Запомните, пожалуйста, этот телефон звонил наш слушатель, рассказал свои конкретные истории. Прав наш слушатель из Долгоградской области, что нужно взять координаты и помочь им сможем. Ну, давайте, мы эти данные восстановим. И принимаем еще звонки. Обращайтесь. 8 800 200 ровно 97 02. И вот один из наших слушателей пишет, что зря боятся власть, инфляция. Есть еще такая версия, что зачем много денег пенсионерам, они разгонят инфляцию. Но ведь они эти деньги потратят не на ценные бумаги, не бросают в крушавели. Они потратят вместо продуктовых магазинов, создадут тот самый спрос, который сейчас просто очень нужен для экономики. То есть непонятная логика наших управленцев и вот еще ужасно непонимание этой логики вызывает сомнения в их адекватности. Вот это самый большой стран. Оставайтесь с нами, мы прервемся и вернемся через пару минут. Владимира Варсобина. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. А все мы будем когда-нибудь пенсионерами. Если кто-то думает, что эта тема, это не про него, я вас огорчу. Работающими пенсионерами при нашей ситуации финансово, мне кажется, будет большинство из нас. Мы будем вкалывать, даже получая те гроши, которые нам выделит государство. И чисто морально противно, что государство собирается на нас экономить, как оно делает сейчас с нынешними пенсионерами работающими, просто уводя у них по тысяче, по полторы тысячи в месяц, не индексируя им пенсии. У нас в студии Павел Николаевич Грудинин, директор совхоза имени Ленина, и Давид Михайлович Крешталь, заместитель председателя Федерации незаместных профсоюзов по России. Мне вопрос, Давид Михайлович. По сути, мы сейчас всю передачу занимаемся тем самым, что делали вы. Вы написали письмо, мы сейчас кричим в эфире. При нашей монархии главное докричаться до вот этих элит, которые управляют. Других инструментов уже не придумано. Давид Михайлович, все-таки, как будет развиваться событие дальше, как вы прогнозируетеесь? Есть ли возможность успеха? Ну, во всяком случае, мы стараемся заниматься не рекламой, а добиваться результатов. И я надеюсь, надеюсь на то, что решения будут приняты положительно, положительно, мы надеемся на это. Мы ведем... Выборы скоро. Им сейчас же выгодно, под выборы-то. Это же хорошо, кусочек-то дать народу. Это же как прекрасно. Вы видите, как вы говорите-то. Понимаете? А я даже своевременность вашего обращения понимаю, потому что вот именно вы вовремя, вы же понимаете их интересы. И вы эту бумажку как раз... Бумагу, ладно, бумагу написали, именно думая, ну наверняка власть захочет понравиться пенсионерам. Они же хотят голосовать, правда? Не молодежь, а они. Да нет, нет, Володь. Если говорить честно, мы не только сейчас написали, я вам еще раз говорю. Да, святые... Мы как были против индексации, так и были. Но средства массовой информации то нас видят и публикуют, то не видят. Вот сегодня... Вот не сегодня, а вчера или позавчера увидели, что удивительно. И, пожалуйста, мы с вами в эфире. А в прошлом году не видели. Понимаете? Часть видео... Вот когда Силуанов говорил о повышении на тысячу рублей пенсии, человек может помогать внукам или за границу. Понимаете? Вот. Дмитрий Михайлович, пара стачек, и вас заметят. Я вас уверяю. Одна заблословка хорошая, и о вас знают будут все. То, что вы исчезаете и появляетесь с бумагами, это просто говорит о методах вашей работы очень законопослушной и очень правильной. Дорогой Володь, нас то показывают, то не показывают. Это разные вещи. Я понимаю. То показывают, то не показывают. Павел Николаевич, раз, сейчас не показывают. Понимаете? А вот умнейший человек. У меня жена влюблена. Вы в него, вы в колхоз. Все, что они там делают. В совхоз. И так далее. Я вот открыто в эфире говорю. Влюблена. И вот действиями влюблена. Поступками, работой, отношением к людям. Председатель Союза Агапова Николаевна. Влюблена. Знак за дружество от Федерации Российской Федерации. Придержитесь. Придержитесь. А то у нас получается программа от освещенных после Павла Николаевича Грудина. А люди говорили. Павел Николаевич, все-таки, как вы считаете, что будет дальше с этой темой? Я уверен, что власть перед выборами более податлива. Она начинает какие-то действия, в том числе, нравящиеся делки. Поэтому есть шанс. Хотя, мне кажется, в этом составе Думы уже никакого шанса нет ни на что. Еще раз напомню, что для того, чтобы изменить вот эту ситуацию, нужно как минимум принять изменения в бюджет, убрать из этого приложения к бюджету вот эту вот осноску, что приостанавливается индексация и пересчитать бюджет. На это нужно найти деньги. Еще раз, деньги есть. Об этом все без исключения. Больше всего Геннадий Андреевич говорит в Думе о том, что денег-то много. Что вы экономите на пенсионерах? Хотя, Владимир Владимирович, я с вами не согласен в чем. Не все доживут до пенсии. К сожалению, уровень здравоохранения такой, что возраст дожития. У нас средний возраст мужчины 63 года. То есть, можно сказать, что они не доживают. Помните, как президент говорил? Отработал свое и деревянный макинтош. Вот это очень похоже. Я смотрю по своим одноклассникам, которых уже больше половины нет. Несмотря на то, что мы живем в Подмосковье, в общем-то, не самые худшие условия, не самая худшая медицина. Ну, в Москве, по крайней мере. В Подмосковье она сейчас хуже гораздо. Но все равно, люди же не доживают. А куда деваются эти деньги? Если говорить о реформе, то надо вообще говорить о другом. О том, что ты всю свою жизнь платишь налог, или пенсионный фонд. А потом эти деньги у тебя пропадают просто по определению. Хотя мы говорили, ну отдайте тогда семьям. Потому что почему-то долги покойного распределяются на всю семью, а вот доходы покойного, в том числе пенсионные деньги, накопления, куда-то пропадают. Кстати, в других государствах эта пенсия уходит все-таки родственникам. Конечно. И поэтому пенсионная реформа необходима. Она говорит, необходимо, конечно, все это переделать. Я с Давидом абсолютно согласен с тем, что это никакая не пенсионная реформа. Это просто взяли, повысили пенсионный возраст. Ребята, вы не доживете, и поэтому все деньги окажутся у нас. Мы построим опять в пенсионном фонде дворцы, вложим деньги неизвестно куда, они пропадут, и никто не виноват. Поэтому надо менять ситуацию, но уже, к сожалению, в новой думе. Сделайте пенсию 30 тысяч, работать они сразу бросят, имеется, те пенсионеры, которые работают. Пенсионный возраст повысили, а пенсионеры лучше жить не стали, пишет Светлана. Не просто не все доживут до пенсии, а мало кто доживет, в основном доживут до пенсии паразиты, чиновники, пишет наш служительский Старство Края. Да, да, да. Я о чем? О том, что надо процитировать Сталин. Что такое пенсия, он говорил? Пенсия – это зарплата за уход за внуками. И пенсия, она заработана, и главное, что у этих пенсионеров есть задачи определенные. У нас из-за того, что люди постоянно работают, а потом умирают, дети, которые должны, ну, извините меня, быть с бабушками, дедушками, просто не обслуживаются этими людьми. Поэтому дайте людям дожить нормально и воспитать внуков. Хороший призыв в конце передачи. С нами был Павел Николаевич Грудинин, директор совхоза имени Ленина и Давид Михайлович Крешталь, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России. Я надеюсь, что разум и главное чувство совести все-таки победят глупость и искоренность в нашем правительстве. До свидания.